сегодня 20 марта 20 года вроде бы не надо недавно чинали весну вот уже мой первый месяц в общем-то подходит концу вот ну сегодня пройдемся как обычно по классической презентации вот и потом ближе к концу будет две интересные новости одну из этих новостей уже в чате она уже есть вот по этому поводу поговорим вот и еще одна новость это недавний концепт вот который тоже выложен буквально вот вот на днях был вот обсудим в общем-то и вот так в деталях вот особенно что сегодня еще присутствует олег вот его мнение экспертное по по дубаю по шаржи я думаю будет нам очень интересно послушать вот так что олег пока подумай те четыре проекта ты видел вот может быть какие-то сразу же же будут мысли по ходу возникать вот ну и давайте начнем как обычно сначала меня зовут алексей но умович вот по образованию инженер программист вот но с 2014 года занимаюсь продвигаю его технологии технологии юницкого вот технологий этих много вот начнем самое главное транспортная логия вот ну и в общем то на как обычно начинаем с проблем в транспортной сфере вот ну и вот очень горящая картинка вот пробки на дорогах аварии и вообще-то все что все что связано связано с этим это в общем то самое первое наверное и такая глобальная проблема вот в общем то но это всем понятно вот следующий следующая проблема это связано с грузоперевозками вот и как раз таки тост то самое время которое нам приходится ждать при заказе каких-то покупок в китае где-то еще в общем то она объясняется потому как логистика затруднена не только в пассажироперевозках но и в грузоперевозках кстати говоря вот та новость которая будет вечером у нас будем смотреть концепты вот там тоже затронут том числе и грузовое направление дальше ну естественно погодные условия то есть где-то кто-то борется со снегом кто-то борется с песком кто-то борется с паводками то есть в общем то таких климатических проявлений их достаточно много для каждого материка они свои то есть в общем то все это тоже ухудшает дорожное движение ну естественно выбросы в атмосферу иногда разлива нефтепродуктов то есть все это пагубно влияет на экологию и на качество передвижения ну и так далее вот но и говоря уже про следующую проблему это в общем то не только проблема эксплуатации но еще и проблемы строительстве то есть чтобы построить обычную дорогу это целый комплекс мероприятий то есть и вырубка лесов и съем плодородного слоя почвы и специальные подушки и в общем-то затруднения передвижения грунтовых вод и передвижение миграции животных и вот если это в горах то это еще при все тоннелей то есть это в общем-то очень-очень дорогостоящие мероприятия вот и и долго стоящие и дорого стоящие вот ну и в общем то то же самое касается и надземных видов транспорта здесь видимо на рельс вот вроде бы и современно но в то же время в нем очень очень много недостатка начиная от скорости передвижения потребление электроэнергии вот стоимости строительства то есть здесь очень много к нему вопросов в общем то поэтому и от сильного распространения не до сих пор еще пока не получили вот ну и также есть еще и различные варианты фуникулеров канатных дорог вот ну тут тоже технологии оставляют желать лучшего то есть какую-то проблему не решают в общем то все это делается так не не очень эффективно вот мы переходя к тому что уже есть вот есть идеальное транспортное решение которое активно уже развивается протяжении нескольких лет вот это струнно-транспортной системы skyway либо как сейчас называется ю sky вот надземный транспорт основе которого лежит струны струн струна с виду рельс похож на обычный вот но внутри есть не изюминка это как раз напряженные струны которые позволяют делать рельс очень длинным при этом очень прочным вот мы видим такая ажурная конструкция то есть нет необходимости делать городить эти балки как монорельсе то есть легкая ажурная как ниточка вот по которой в общем то и перемещается кабинка то есть в отличие от канатных дорог где перемещается все полотно здесь перемещается только кабинка вот в общем то это позволяет достигать намного больших скоростей вот и намного большей эффективности в целом использование таких трасс вот мы говоря про надземный транспорт все мы понимаем в принципе эффективность использования надземных именно решений то есть нет необходимости зарывать там озера засыпать срезать какие-то холмы то есть все идеально ровно над землей идеальная большая высокая скорость идеальная поверхность то все это позволяет получить очень высокие характеристики для передвижения вот ну и переходя дальше к подробностям вот видим три вида трасс то есть резинки у нас жесткая где можно и сверху и снизу а сверху полу жесткая и гибкая трассы которые в общем то применяются каждый для своих условий то есть где-то в городе где-то за городом и так далее вот ну вот мы видим уже реализованный участок который находится в мариной горке как раз таки и жесткая фирменная структура где мы видим снизу городской вид транспорта сверху высоко скоростной вот причем высоко скоростной у него заложены характеристики для достижения скорости в 500 километров в час то есть но это очень серьезное заявление в реальности еще это не не было нигде испытано вот но уже есть вот прототип который при нас передвигался вот ну естественно таких скоростях но мы как бы уже все его видели фотографировались то есть все это уже есть разработано ну и двигаясь дальше вот это наши фотографии из мариной горки как раз был вид наш летний визит где можно было и потрогать и покататься и пофотографироваться в общем то очень такие хорошие приятные эмоции вот но и ян автором данного транспорта является анатолий двородович виницкий вот который всю жизнь посвятил сфере транспорта вот начиная с студенческой скамьи где он был в тюменском институте потом политех наш минске перевелся вот до этого в школе занимался ракета строением но в общем-то ну очень много наград очень много испытаний очень много и конкурсов огромный длинный путь пройден вот написано не одна книга то есть про применение струнно-транспортных систем как на земле так и в космосе даже казалось бы вот есть книги инженера всего полный автобиографии в общем то можно посмотреть тот самый весь длинный длинный путь как дорога в длиной в жизнь вот собранная вот таких вот книгах то есть красивыми иллюстрациями все это можно посмотреть и почитать заказать в онлайн магазинах то есть все это сейчас уже доступно вот и можно ознакомиться вот ну и переходя к некоторым техническим особенностям то есть вот пример того как влияет на передвижение коэффициент аэродинамического сопротивления вот мы вот те самые 500 километров в час про которые мы говорили в общем-то и в том числе получают за счет идеальной аэродинамики то есть который мы видим почти в десять раз эффективнее чем обычном автомобильном транспорте вот ну и раньше иногда спрашивали упадет не упадет вот но есть специальные поддерживающие ролики вот которые держат транспортное средство на путевой структуре вот плюс здесь мы видим четыре не просто колеса а четыре мотор колеса то есть в общем то тут тоже и на повышается и надежность потому что четыре мотора если один остановится то есть три других будут крутить вот ну и в общем то это максимальная эффективность то есть когда как когда каждый мотор встроен колесо в общем то тут коэффициент полезного действия ну очень 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 высокий то есть нет всевозможных переходных монументов вот нету двигателя внутреннего сгорания то есть сразу идет движение на колесо это очень тоже задает сильные характеристики вот ну и сравнивая допустим потребление топлива в обычном транспорте и в транспорте юскай мы видим что на левой картинке то есть у нас похоже на маршрутку татьяна добрый вечер похоже на маршрутку в общем то по вместимости 14 человек вот но при этом на скорости 100 километров в час потребление топлива будет 120 грамм на пассажира то есть в общем то на всех пассажиров это где-то около полутора литров на 100 километров вот ну вот в отличие от обычной маршрутки которые ну раз в пять а то и больше будет больше съедать топливом вот ну а то что касается 500 километров в час как бы тут сравнить не с чем не с кем потому как на такие скорости никто еще не развивал но тоже можно посмотреть что если он переводит 6 человек то при скорости 500 километров в час у него потребление топлива будет 0,93 умножаем на 6 получается 5 литров топлива на 100 километров это очень мало при скоростях в 500 километров в час вот мы и на некоторых своих лекциях раньше антоли дарович приводил пример что чтобы ехать со скоростью 500 километров в час например самому скоростному там бугатти например то есть ему нужно сзади еще прицеп ну как минимум танковый двигатель надо ставить чтобы он тянул такую такой то есть это очень очень мощный двигатель это очень большой запас топлива то есть это просто нереальные характеристики вот ну а здесь это вполне приемлемые 5 литров на на 100 километров вот ну и дальше вот подводя итог вот можем сказать что по капитальным затратам то есть стоимость непосредственно строительства дороги затраты минимальные вот потому что ажурная сеть легко строится дешево и вот по эксплуатационным расходам то есть тоже минимальная уж нет необходимости латать асфальт как как там или дыр или как-то красить там не знаю и так далее то есть это сон расхода минимальный необходимости зарплаты платить водителям или еще что-то там каким-то образом обслуживаться находится сверху в общем то как допустим право электрические провода вот они стоят на столбах висят вот и зимой и летом то их не трогает в общем то здесь сопоставимо такой пример и здесь их поставили они никому не мешают и в общем то минимум эксплуатационных расходов вот дальше просходы энергии тоже минимальный потому как это электромобиль на стальных колесах с мотор колесами встроенными вот то есть расход энергии минимальный пропускная способность при этом может быть выше чем московском либо минском метро вот потому как эти подвижные составы и могут быть они очень гибкие то есть может быть от 2 до сам состав может быть два четыре шесть восемь четырнадцать человек там 32 человека то есть любой размер плюс их можно составлять в поезда вот ну и минимальный интервал там чуть ли не до двух секунд между каждым составом поэтому пропускная способность можно и настраивать очень гибко и она может быть очень высокой там воду миллиона человек в сутки вот дальше загрязнение окружающей среды минимальное ну потому как это электромобиль вот на стальных колесах транспортная аварийность минимальная потому как это все над над землей находится и не пересекается ни с людьми ни с животными с другими транспортными средствами то есть в общем то отдельный такой уровень надземный уровень где в общем то и будет происходить всем передвижение в общем там подводить обсуждать смотря на эту картиночку можно вполне сделать вывод что это технологией sky это назывался раньше skyway это самый эффективный вид транспорта который есть на сегодняшний день вот ну и в общем то соответствует всем требованиям 21 века вот мы видим здесь в линейку подвижного состава то есть двухместные 6 местные 14 и 24 32 в общем-то разные вместимости для города для межгорода вот видимо здесь и грузовые перевозки собственно здесь создана целая линейка ну и вот хорошая фотография вот как отдельный транспортный видим слой надземный где перечислить перебегаются транспортные средства вот ну а в общем то люди и дети животные могут спокойно перемещаться снизу при этом не боясь за свою безопасность на свою жизнь ну и за эти 40 лет было много в общем-то и сертификатов мы видим кстати говоря и тюф который недавно нас сертифицировал в эмиратах это международная организация вот и в минске и сертификаты вот мы видим и международные тоже все проводят вот опять же патенты дипломы вот ну и так далее то есть это патенты из причем с разных регионов то есть это и европейские и азиатские вот ну в общем то тут целая целая коллекция естественно так направление это довольно новое то приглашаются к в общем так написанию дипломных работ студенты старших курсов вот тут мы видим защиту и шарджи шарджи которая была недавно также были студенты и вот видим не только из специализированных институтов типа нашего политеха витебского технологического вот но также и вообще-то взаимодействие происходит и с юридическими институтами такими как институт управления предпринимательства вот где вот мы видим фотографии юриста нашего вот ну в общем то то есть это целый комплекс работ вот как техническом плане так и правовом он где в общем то пред приглашаются студенты и студенты старших курсов но в том числе 2018 году я сам лично тоже защищал диплом вот на тематику бизнес-план строительства грузопассажирской трассы из города минска в аэропорт вот тоже это в рамках моего второго высшего образования вот ну и тоже получил свой диплом и в общем-то 2020 сатом 2021 году не тот во втором компания разработчик струнного транспорта прошла аккредитацию в национальной академии наук вот и в госкомитете по науке и технологиям это позволило компании получить статус научной организации вот некоторые научные достижения компании то есть работает один из кандидатов наук 5 сотрудников имеет ученые знания доцента более 10 преподают вузах страны вот и так далее и так далее но в общем то если спросить для сравнения какие еще есть коммерческие организации которые могут похвастаться таким статусом вот то как бы насколько я помню только девять организаций частных которые имеют статус научной организации вот ну естественно к этому шли не один день не это не один год к этому что несколько лет подряд то есть было в общем то было взаимодействие с академией наук и было огромное количество статей изданий вот ну в общем то так что можно поздравить тоже с таким достижением вот ну и говоря про собственность которая есть в республике белоруссии вот одно из зданий находится железнодорожная 33 где в общем то и находится весь потенциал мозги так скажем компании инженеры технологи бухгалтерия юристы и так далее так далее то есть это больше 600 человек которые находятся в этом здании вот и непосредственно занимаются разработкой продукта бухгалтер естественно так как компания ведет прозрачную деятельность беже и ежегодно выкладывается аудиты вот ждем аудит буквально вот-вот скоро будет на 22 год но я думаю что ближе к лету в общем то кому интересует цифры то можно отслеживать по цифрам динамику развития компании ну и допустим как пример мы видим что в двадцать первом году выручка выросла по сравнению с двадцатым годом почти в шесть раз вот так ждем цифры за двадцать второй год вот и мы посмотрим динамику за двадцать второй год чтобы очень интересно вот но это одно из зданий которые находятся на чепотарева вот это здание которое находится на железнодорожной 33 про него немножко уже говорили вот это сборочный цех который находится в шабанах в общем то где находятся все руки сборка непосредственно происходит подвижного состава ну и вот здесь марина горка видим площадку на которой в общем то происходит и испытание вот и испытание транспорта уже в общем то в реальных условиях то здесь пять уже готовых трасс и еще две в процессе подготовки вот ну и в общем-то в девятнадцатом году когда было все это продемонстрировано в минске заинтересовались проектом объединенные арабские эмираты предложили реализовать такую же площадку в объединенных арабских эмиратах в общем-то антолий дардыч согласился вот и начались работы там вот последнее время можем именно наблюдаем новости оттуда в своей большей части вот него 21 год без прошел всевозможных интервью радио-интервью теле-интервью и так далее потом все это плавно перешло в выставку экспо 2020 дубая то есть были огром много делегаций из соседних стран и из африки очень много было делегаций из индии было много делегаций из европы были делегации россии из объединенных арабских эмиратов из австралии то есть в общем-то великобритании то есть огромное огромное количество было делегаций больше ста именно таких серьезных правительственных и бизнес делегаций были где были обменялись естественно контактами то есть это очень такой продуктивный период времени вот и в том числе и для инженеров проводились для студентов то есть уже было сказано об этом вот ну и вот у краски осенью 22 года та самая берлинская выставка которую мы всегда ждали вот с нетерпением вот и уже здесь уже на берлинской выставке был как раз таки представлен уже не самой компании а уже был представлен именно про министерством транспорта дубая может интересно и они уже представляли данный транспорт так как свой такой вот концепт уже для развития транспортной сети в объединенных арабских эмиратов так что это очень даже знаменательно вот огромное количество интервью на радио на телевидении то есть в общем то все это мы с вами видели вот ну вот тоже одна из последних новостей струнный транспорт представлен на форуме в индонезии а вот потом сразу же после этого форума была подписана и договор в индонезии то есть тоже сейчас там интересное событие происходит также ли у нас сейчас все сеты разразительными именно адресный проект занимается олег зарецкий и вот он недавно был и том числе и в испании где подписал какие-то соглашения с peace city world вот который занимается строительством инновационных городов вот на на нескольких регионах в общем то ну идет и вот продвижение также видим инвестиционный форум шарджа в общем то огромное количество событий которые ну и в целом дубай и шарджа это такое сейчас стало центром и технологий центром финансов центров центром инноваций в общем то в нужное время в нужном месте в общем то все это очень хорошо там развивается продвигается вот но и очень много вот ну и тоже в прошлый раз мы обсуждали нефтегазовую компанию объединенных арабских эмиратов ведущими мировой нефтегазовый игрок ну и которые тоже посещали смотрели что вот делились впечатлением ну и в общем то смотрели на технологию вот ну естественно не только правительственной делегации посещали нас но и партнерские делегации то есть вот видим группу наших партнеров из вьетнама которые были осенью в минске посетили производства и центр ну и вообще-то и офис и площадку то есть везде побывали вот ну и естественно и мы с нашими белорусским партнерами бывали в мариной горке тоже в том числе в январе вот ну и конечно же наши партнеры частности олег тарасов посетил и объединенные арабские эмираты вот тоже это уже было феврале ну и в общем то такой вот происходит постоянно процесс такого вот за и посещение разных мероприятий с удовольствием смотрим как все это происходит вот и но вы сегодня еще одна будет новость вот по поводу следующего мероприятия которое мы ожидаем в апреле вот ну и подводя итог по новостям то есть кто хочет допустим так кратко понять что было все-таки за прошлый год вот какие-то ответы на вопросы анатолия дарда еще что сейчас происходит но есть в общем то в сети два видео то есть одно итоги года вот и второе это ответы на вопросы так что можно принципе более подробно ознакомиться вот ну это же тоже пару слов адресные проекты будущее вот тут мы видим вот образец концепт опять же один городских вариантов вот это вот междугородний такой вариант точнее но все раньше у нас были парки в городе вот здесь такой вот пример наверное уже города в парке вот то есть когда дома на где-то в лесу вот ну то есть это можно сказать назвать даже линейным городом вот но то есть то что концепт проживания где центр деловой активности находится вот таких вот башнях а вокруг люди живут своих частных домах вот в общем то вот такие вот кластерное поселение вот соединенные вискай вот и в том числе можно жить как на вдоль берега то есть и на берегу так и в том числе на воде то есть но вариантов технологии очень очень много вот но его тоже концепция линейного города данная концепция была когда-то поддержана причем дважды организации объединенных наций вот которые борются с перенаселением городах и в общем то всеми по теми проблемами которые отсюда вытекают именно из перенаселения вот поэтому концепции линейных городов тоже актуально вот и тоже развивается вот но и так как это такая тема обширные довольно таки то в общем то есть вот еще и такой концептность кластерных поселений тут и в том числе и понятия горизонтальных небоскребов то есть ну в общем то кто кому интересует можно сети найти много полезного вот так линейный город способствует развитию стран ну естественно ускоряются все процессы объединяются регионы вот все раньше развивались те регионы которые больше возле воды находятся то сейчас эта технология позволяет в общем-то развивать и регионы которые находятся внутри континента то есть это одно целый такой целая научная работа вот как-то даже в четырнадцатом году когда делягин михаил приезжал в минск вот он делился своими мыслями вот по поводу краски развития континентальной части материка тут целая там научная работа есть вот так что тут развитие тоже может быть очень интересно ну и в общем то связать эти все уголки в одну единую сеть ну и в общем то потом дальнейшем уже как интернет который везде достает во всех точках так и здесь можно было бы выстроить вот такую систему глобальную на весь мир вот но и приходя уже к текущему этапу то сейчас мы находимся в преддверии 15 этапа вот и потом послушаем новостях вот что же у нас такая за новость кто читал тот уже читал вот кто не читал сейчас обсудим мы находимся в преддверии 15 этапа вот ну и основные цели на 15 этап это будет как раз таки достроить высоко скоростную трассу потому как трасса для контейнер перевозок уже у нас фактически запущена вот я думаю что в апреле уже первые наши партнеры на ней прокатиться ну и для наших партнеров есть естественно то есть есть разработчики которые непосредственно занимаются разработкой технологии дизайнеры инженеры и так далее есть люди которые технологию поддерживают поддерживают не только своей энергии но и своими финансами вот и для них есть специальные пакеты в рассрочку все это находится на отдельном ресурсе в интернете в количестве кабинете где каждый может выбрать себе пакет по карману то есть это может быть или в рассрочку или в разовым платежом то есть от 50 долларов до 150 тысяч долларов то есть принципе каждый выбирает то что ему нравится ну и в общем это взамен на его денежные средства ну вот можно получить запись в компании то есть в общем то которые в дальнейшем на биржу международную там уже можно будет сконвертировать эти доли в акции вот и продать по рыночной цене но так как проект еще пока находится в стадии запуска то на каждую покупку есть скидка вот эта скидка называется дисконт в общем то с этим дисконтом происходит вложение в проект вот ну и в общем то почему выгодно поддерживать еще раз и резюмирует в общем то это возможно и при успешной реализации этой пожизненные дивиденды это и совладение мировой корпорации это и возможный рост стоимости долей вот по сравнению с той точкой когда человек включается и с той точкой когда он выходит из проекта ну в общем то каждый должен взвешивать на свои интересы свои риски вот анализировать принимать решение ну и дальше если идея нравится то поддерживать и двигаться вместе с проектом то да елена добрый вечер вот ну и как раз елена подоспела нас к новостям да ну и первая новость новостей принципе было немного но но принципе довольно такие новости интересные вот начнем с первой новости это как раз таки проекты маршруты проекты маршрутов юскай шардж вот вот я думаю что олег уже может здесь внимательно слушать смотреть компания юницкий групп состав который входит юскай транспорт подготовила несколько вариантов практического применения технологии юскай транспорт в шарже для наилучшего экономического и социального развития города вот ну вот видим первый проект в общем то это это не адресные проекты это некие концепты вот которые в общем-то юскай транспорт предлагает вот как для рассмотрения как оптимизировать вообще транспортную систему в шарже вот но вот виде первый проект это кольцевая линия по маршруту альджара аэропорт мечеть шарджи университет то есть это вот мы видим такой прямоугольник вот общей протяженностью 38 километров вот 11 станций вот и обслуживается 120 двумя автобусами автобусами юбас вместимостью 16 пассажиров каждый при средней скорости 88 километров в час автобусу юбас почему интересно назвали автобус юбас потребуется 30 минут чтобы преодолеть весь круговой маршрут со всеми остановками в час пик этот комплекс sky и узкая будет обслуживать до 10 тысяч пассажиров в час ну то есть это принципе довольно хороший 10000 пассажиров в час это почти сколько получается 150 тысяч на в сутки на 15 часов умножать это довольно таки хороший пассажиры поток первый проект может облегчить при движении людей по городу снизив как загруженность дорог вот это принесет пользу жителям и городам гостям шарджи сделала город более привлекательным для жизни ведения бизнеса вот но я думаю что здесь основной наэр трафик будет связан с аэропортом вот тому как аэропорт все-таки это такой пункт хаб для перемещения вот и ну аджада аэропорт мечеть шарджи университет так что такая трасса кстати говоря там алексей суходуев выкладывал stories в соцсетях по моему он как раз таки вот в этом аэропорту шарджи куда-то там отправлялся вот такая тоже момент дальше смотрим второй проект дорога длиной 45 километров то здесь у нас было 38 километров здесь уже 45 вот тут там там был прямоугольник здесь уже прямая дорога длиной 45 километров соединит аль-джару и сафар парк через аэропорт и аль рахмани ну то есть в общем то здесь тоже получит задействуем аэропорт только она уже идет дальше в сафари сафар парк построив еще девять километров трассы жителям и гостям города можно будет доехать до морского побережья вот это маршрут будет обслуживать 43 электрических автобуса юбас со средней скоростью 122 километра в час если скорость немножко даже побольше что позволит безопасно доехать до одной конечной станции от одной конечной станции до другой всего за 20 минут то есть 45 километров за 20 минут ну в принципе да это очень даже хороший хорошая скорость экологическое преимущество этого маршрута уменьшение углеродного следа за счет комфортного быстрого общественного транспорта в результате шарджа улучшится качество воздуха сократятся выбросы связанные с движением транспорта трасса юска станет доступным и удобным средством передвижения для жителей которые не имеют автомобиля или не могут воспользоваться такси это лучше социальную интеграцию и вас поможет уменьшить неравенство за счет предоставления удобного и доступного городского транспорта и в общем то тоже мы смотрим такие вот компактные довольно таки станции вот не громоздкие как допустим взять аэропорт вот с огромными там терминалами так далее здесь какие компактные небольшие домики вот и общем то которые являются станциями так что ну довольно интересно дальше смотрим третий проект третий проект самый длинный и сложный поскольку он соединяет два морских побережья шарджи через горы вот он курсирует между тилаль сити и кальбой так носим по карте смотреть тилаль сити и карба останавливаясь в аль джаиде сафари парке и сифуне общая протяженность маршрута составляет 106 километров его будет обслуживать 103 автобуса юбас при средней скорости 140 км в час поездка в одного побережья другого может занять всего 45 минут вот поэтому видите тоже видим чем больше расстояние в общем то тем большую скорость можно на них получить дальше и трасса юска им будет способствовать развитию туризма шарджи на двух морских побережьях предоставляя посетителям удобное экономичное и надежное средство передвижения это позволит привлечь город больше туристов а также будет способствовать развитию местной экономики созданию новых рабочих мест вот тоже такой вот концепт дальше смотрим четвертый проект уже как раз таки груза пассажирское направление вот маршрут который начинается от порта хамрия 90 хамрия там сверху точечка промышленный город эмиратов и внутренний контейнерный терминал шарджа маршрут протяженностью 45 километров будут обслуживать 89 автобусов юбас и необходимое количество грузовиков you tracks ну мы здесь на картинке видим как раз таки что по одной той же дороге ну вот и курсирует в общем-то и городской вот и грузовой контейнеры том числе так один и утрак грузоподобностью 5 тонн способен перевозить по этому маршруту 170 тонн груза в день в двух направлениях шаржа является важным торговым центром регионе поэтому новая система грузового транспорта облегчить транспортировку товаров по городу и другие регионы оаэ результатом станет увеличение коммерческой экономической активности города внедрение системы грузовых перевозок и sky приведет к уменьшению количества грузовиков на дорогах что приведет движению риска аварий и всех для всех участников дорожного движения вот и повысить безопасность вот ну так что вот тоже такой вот вариант именно груза пассажирской трассы вот в том числе контейнеры вот все это можно делать по одной дороге таким вот образом так ну в общем-то то что касается как раз таки эти концептов вот мой переходя к то нашей второй новости видим сегодня что отличная новость 13 апреля 23 года наш проект перейдет на новый этап 15.1 вот это станет новой вехой в истории развития струнного транспорта мы очень долго ждали этого 15 этапа то есть уже у нас этап 14 он был до елена как долго мы этого ждали длился он где-то около трех лет 14 этап по моему тут это с конца или девятнадцатого года наверное он был вот ну и в общем-то самый длинный этап 14 наш получился три года вот ну и наконец мы пришли на 15 переходим 13 апреля это как раз таки и за три дня до дня рождения анатолия дардуич юницкого то есть он любит делать себе подарки к дню рождения вот таким подарком стал переход на новый этап ну и в общем-то с 22 марта начнется новая промо акция вот все условия появятся в личном кабинете вот но если так кратко забежать немножко наперед то партнеру которых в период акции два пользователя в первой линии то есть вообще-то два человека первой линии сделают новые инвестиции две новые инвестиции смогут попасть в воспитательный центр юскай в экотехнопарк или оаэ то есть я так понимаю что будут возможность выбора вот или туда или туда но я наверное натуре дардач будет приветствовать кого-то вживую кого-то в онлайне то есть ну я так понимаю что он будет находиться в объединенных рабских эмиратах вот ну а те кто попадет в экотехнопарк вот ну будут возможно какие-то там трансляции а может быть здесь будет встречать кто-то другой вот ну в общем то вот такая вот тоже долгожданная новость олег принципе можешь выходить на связь вот ну и обсудим дальше всем здравствуйте олег привет ну да действительно новость очень интересная тоже сегодня и прочитал когда тоже очень сильно порадовался потому что как-то это все говорили говорили но сильно был очень длительный 14 этап 3 подэтапа вот но о чем это говорит это говорит о том что все что связано с грузовым транспортом и пассажирским да вот на скорости 150 км в час практически все выполнено то есть нам осталось только дождаться вот чтобы и униконд и юнибус были сертифицированы то есть они сначала должны быть установлены потом сертифицированы и в принципе все до скорость 150 км в час должна быть достигнута на скоростном участке вот то есть на участке 20 километра вот и действительно вот этот 15 этап это действительно очень большая веха это действительно наверное как лена правильно сказал мы долго этого ждали вот и вот она в общем то дню рождения анатолий едуардович а он себе тоже себе делает подарок и нам делает такой подарок да поэтому сильно новость бомбическая здоровская ее очень хочется конечно скажем так осознать вот и в то же время видите как привязано что действительно вот как мы говорили о том что будет так называемый экофест и он даже пройдет двух местах как я сейчас понял да вот и наверное это очень здорово потому что очень многие люди кто ближе в белоруссии в россии вот они возможно приедут сюда к нам сюда в беларусь да а уже те люди которым будет проще добираться допустим до эмиратов потому что тит на такой скажем так международный хаб куда все могут легко долететь очень много рейсов туда дубай и вот в частности вот и конечно же это будет большое событие будет осталось только ждать когда укажут сроки а уже в общем-то акции да понятно что такие будут акции это здорово очень здорово лишь спасибо этой новости но что касается ты просил прокомментировать эти четыре адресных проекта четыре проекта которые концептуальные да я думаю что они не просто так там согласованы потому что но кто как не местные кто как не сами шейхи знают куда нужны эти дороги то есть это просто возможно заявлено таким образом чтобы как бы ознакомительно на самом деле наверное и они были очень сильно согласованы а может даже и определены именно местными правителями как как бы они хотели видеть развитие потому что вы знаете что там где строятся дороги там вырастают города и вот я о чем хотел сказать что когда мы были уже шар же вот на участке да то там действительно как я вам показывал уже стали строиться дома да то есть к чему это я говорю что получается если где строится метро где строятся дороги там сразу вырастает уже город эти самые сначала дома потом районы потом уже и города и так далее вот и даже дарья назвал этот район как он называется вот как мы к этому отношения не имеем но уже строительной компании сразу определилась то есть о чем это гребна раз есть транспортная туда доставка до людей будет транспортная уже будет там транспорт был функционировать тем более такой замечательный транспорт как искать соответственно сразу строится вот эти дома это очень здорово поэтому я думаю что как только вот эти вот участки уже определены и наверняка уже будут знать уже в планах есть именно где будут строить вот эти вот города ну то есть новые новые поселения поэтому это очень здорово лишь я думаю что это действительно концепт но который концепт который имеет далеко идущие планы можно так сказать ну да и вот тоже по карте смотришь вот получается территория это одна и та же вот но единственное здесь разные маршруты то есть как вот нас вроде городом 1 до маршрутов много ну и вот в общем то тоже что то можно будет допустим и объединить можно их несколько сразу сделать то есть и по сути делают мы весь видим целая линия берега до берега вот который включает себя вот я так понял что здесь 2 маршруту сюда вошел вот и частично первый маршрут вот в эту конкретно в эту линию то есть принципе здесь ну такой вот вариант вот мы помним дальше был у нас дубая тоже 21 километр вот еще предоставлены ранее концепт так что здесь да 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 много но как тебе станции сейчас параллельно просто попросили что значит танцы и станции я думаю не будет еще красивее да не был воочию вот поэтому здесь ну вот это вот раз и как вы видите вот она вот это вот фотография верхняя штучка верху ну да вот оно и получается вот это вот наша уже то что четвертая трасса что оно есть и вот эти дальние дома принцип они вот акуты они не нарисованы уже строится вот те дальние дома вот это вот я еще не знаю что это будет так потому что тут другой издание да но в принципе вот это вот и же можно сказать это уже наполовину уже не то что визуализировано наполовину же сделано вот это вот верхняя трасса которая верхняя картинка она уже есть поэтому вот ждем когда вот эти вот подвесит ее юнибус и вот и в принципе все и тогда уже получается движение конечно ты правильно г что там расписано 122 автобуса да как они вызов выразились автобусы юбаса такой ну замысловатый тут уже не знали их назвать ну как антолий дарыч называет это в общем то можно сказать электро электромобили на стальных колесах да ну наверно долго было писать вот решили так сократить наверное чем проще чем понятен назовешь тем будет легче продать автобус подвесной автобус ну или давно можно сказать подвесной автобус ну ну я думаю что рано или поздно все установлено установится вот это название уже будете называть ведь там где-то называют капсулу назвали где-то так где-то так вот так что сейчас я тут напишу а то мне тут постоянно звонят на может или на вышлеме хотите сказать честь нашего перехода на 15 этап аллен хорошо тебя было послушать тоже ждала ну в общем трассы до трассы есть трассы развиваются но что лен будет говорить нет не связь вот поэтому да я думаю что мне просто интересно сколько там все-таки людей примут я потом сколько людей там примут конечно в этом интересном шар же но вообще думаю конечно это очень здорово что есть возможно сейчас вот людям которые активны которые скажем так выполнить эти условия не очень сложные в принципе но я думаю что там проблема в другом что как это там купить билет вот это там снять от но хотя я говорю что надо смотреть еще какое время потому что действительно там уже начинается жарко даже вот когда мы приехали было комфортно потом уже идем уже иногда такие температуры поднимались так хорошо ну то есть в апреле в мае будет конечно еще жарче вы сами знаете что как раз в это время они стараются местные все уехать куда-то в другие места вот но посмотрим в общем то конечно это очень и очень здорово вот до новости хорошие отличный праздник на 16 апреля да пока у нас 13 апреля это четверг 13 апреля 23 года 15 шанутка раз 16 воскресенье с 13 по 16 4 5 суббота воскресенье ну хорошо спасибо за новости хорошие да действительно мы